Честно говоря, меня-то уже тошнит от хаоситских матчапов. Я их за последнее время видел столько, сколько, наверное, не видел за всю прошлую жизнь. Поэтому смотреть на очередное Мочилово мне не очень нравится. Погода очень интересная. Так, я сейчас пытаюсь понять. По какой-то непонятной причине ушло на 4 рерола и очень много запасных. Ну, ладно. Количество запасных я еще понять могу, а вот количество... Ой, господи, что сегодня за день? Ну, это будет на записи, на стриме уже немножко не так. У меня упала запись стрима. Непонятно, с чего же мне интернет упал. Просто я этого еще не понял. Ой, что за день? Интернет с грехом пополам вроде как работает. Ключевое слово с грехом пополам. Ой, что за день? Я знаю, что стрим упал в Black Dune. Вот у меня сегодня то одно, то другое. То есть сначала у меня упало электричество в доме, теперь что-то интернет проглючил на минутку. надеюсь, что смогу довести трансляцию до конца с тем, как потрясающе сегодня все работает. А еще, как говорится, ну, в общем, сегодня отвратительный день. Привет, Дива. Ненавижу тебя. Еще в Питере просто ад устроили. Ну, я понимаю, конечно, что у губернатора Санкт-Петербурга своего ума, опа, убрали жару, вот. У меня-то, у меня никаких тех проблем. Это проблемы глобальные. Че это меня? Медальку андедов забрал, паскуда-тварь. Вот. Как это называется-то? Еще в Питере у губернатора проблемы с мозгом, вот. Потому что он сам ничего придумать не может. И только крадет все, что есть в Москве в плане идей. Поэтому с завтрашнего дня у нас штрафы до 30 тысяч рублей, если у тебя нету перчаток или маски. То есть нужно и перчатку, и маску в середине мая. Я понимаю, что, наверное, потрясающе. С учетом того, что в Питере, в отличие от Москвы, все-таки минус один слосса есть. С учетом того, что в Питере народ болеет, мягко говоря, совсем не так, как в Москве по масштабам. Я еще могу понять маски относительно. Но перчатки-то зачем? А! И мало того, что надо и перчатки, и маски. Мало того, что надо и перчатки, и маски. Еще выяснилось, что их надо носить... Как бы общественным местом считается улица. Улица! Улица! Господи, Сезам, я этого не понимаю. Вот, Диамет, как ты думаешь, есть ли глобальный смысл... Глобальный смысл... Носить маску и перчатки на улице? Как ты думаешь? Ну, если закрыть глаза на то, что... Если ты их не носишь, то тебе придется заплатить 30 тысяч рублей. Это, конечно, это хорошая вещь. Это мотивирует. Не выходить из дома и не общаться ни с кем. Я посмотри, вот в Москве болеет, каждый день 5-6 тысяч заболевает. В Питере заболевает 300-400. Ой, ладно. Провинциальная проблема, конечно. Ууу, не ПОшнул, тряпка! Ой, тряпка ногогрыз! Уууу, блин! Не уверен, что стоило брать на деф агильного молодца. И кого-то ногогрыз сейчас подставит. Кого-то ногогрыз сейчас подставит. Ты так говоришь, как будто Круцифер — это истина в последней инстанции. Мне кажется, что три козла борьба фенту отличная. Их ставишь на лосы, их не жалко. По-моему, отлично. Хорошие лосы козлы. Прям норм. Норм. Ну да, да. Надеть цак, а если цак не надеваешь, тебя в пепелат закидывают и потом везут на пожизненный цик с гвоздями. Я понимаю. Хорошо, хоть цифровые эти ошейники еще не вели в Петербурге. Хоть какая-то радость. Ну, варианты блица-то всего два. Лип сюда, лип сюда. Вот. Я бы в Клавсу блицевал. Многогрыз мал Клавсы ее реально выбить. Вообще ситуация у многогрыз пока такая себе. Невеселая. Я бы скорее задал бы вопросы к многогрызу. Зачем ему так много борьбы. То есть борьба такл, понятно. Три борьбы фенда, понятно. Борьба Гарта уже не очень понятна. Мне кажется, многогрыз немножко увлекся собиранием русских земель. Я бы так это назвал. Надо помнить о маге. Ой, тьфу-то, борьба Гарта. Ой, меня что-то переклинило, извините, я так. Они все так вперв... Все... А эти не козлы вокруг. А у Сина нет ПО? В смысле нет? Вот раз ПО у одного, ПО у другого. Это же от Битоса. Правда, не такие от Битоса, как Ситар, например. То есть они не берут ПО на воине. И не такие от Битос, как этот... Мастер Зен, который тоже с ПО-шечкой на воинах. ПО-шечка на воине признак от Битоса, ребята. Запомните это. ПО-шечка на воинах. У кого есть взятка, это Нагагрыз. А почему этого не делает Нагагрыз, я не понимаю. У Нагагрыза поводов... ПО-шечка на воинах. ПО-шечка на воинах. ПО-шечка на воинах. Почему Нагагрыз надо отпускать, конечно. Очевидно отпускать. Как там с Ситаром? Он пережил? Я не знаю. Э-э-э... Серьезно? ПО-шечка на воинах. Ты не отпустил в этой ситуации. Ну... Ну, что-то говоря, не очень умная затея. Ну, ладно. Ну, Ситар куда-то пропал. Может, с горя ушел пить, я не знаю. А то мы его тут всем чатом троллили. Троллили. А у него оказалась очень тонкая душевная организация. Вот. Ну, не знаю. На мой взгляд, напрасно не отпустил. Напрасно. А что троллили-то? Что случилось? Я пропустил его матч. Да ничего. По делу троллили. Вот это таскать. Вот сейчас, чтоб взятка не сработает. Это ГГ. Ничего не пропустил Султан. Хорошо. Вот если бы сейчас взятка не сработала, я бы сразу сказал бы, что это ГГ. Ну, вообще, теперь все плохо. Джона... Ой, Джона. Шона простили за говеную игру, на мой взгляд. Ну, как бы окей. Ну, еще надо выбивать по Ошера ногогрызу. Нет, не будем выбивать. Поверим в масс горды. Ну, ладно. Чё-то мне категорически не нравится то, что они делают оба. Говно какое-то, не хаоситская игра. Ну, Диамит, если бы сейчас с такого фала бы ушел бы воин, ты бы говорил бы совсем другие вещи. Ну, ПО. Ну, повезло ногогрызу. Отскочил. Отскочил. Ну, я бы на месте ногогрыза доджил бы МБ Клавсой и фалил бы кем-то другим, но как бы... Ну, козел был далеко, конечно. А что Дио должен был играть метанол? Причем тут Дио, я не очень понял. Привет, Рейвен. Дио, чё ты должен был играть, а то я чё-то упустил, может. Я, видимо, как-то это... В какой-то легкой пространстве, а Диамит, чё, должен был играть. Ну, позиция ногогрыза отвратительная. Ну, в ладере ПО он не играет, что ли? Не играет. Вот мы ногогрыза смотрим. Ты шо, наркоман, что ли? Ну, я... Мой кошелек готов, Диамит, к твоим 1000 рублям. Вот. Ждать, конечно, еще довольно долго, но... Ну, как, сколько там, 20 дней или около того? Но готов. Ну, Диамит в этом сезоне решил поэкспериментировать. Поэкспериментировал. Ну, надо Гордов подвести, наверное. Нет? А я думал, побьет дальше, типа... С Гордами вполне можно было повоевать. Ну, ладно. Я просто сейчас на месте Шона, может быть, даже плюнул бы и пошел фалить бы единственного поошера даже пяткой, потому что... Ногогрыз ни хрена не сможет сделать. Ну, я вообще не понимаю, зачем ты на бредах стал играть. Это как вот... Есть некоторые загадки человечества, типа... Зачем Диамит пошел играть на бредах? Вот. Почему Ситар берет корову? Вот. Или почему Пупок не регистрируется на 21 сезон? Загадки, которые не имеют ответов. Ну, ладно. С Пупком-то понятно. Вот остальные загадки не очень понятны. Ситар сам виноват, Дио. Вот, понимаешь, тебя после полуфинала с Круцифером было жалко, а Ситара наоборот. Вот. Получаешь кармическое удовольствие. Вот твое поражение Круциферу было немножко несправедливым, но в какой-то степени воодушевляющим, потому что Круцак неплохо играл. И из такой сложной ситуации, я бы сказал, запотел. Вот. Так что это такое. А вот с Ситаром там... Ой-ой-ой. Ну, спасибо, что не смерть. Ну, похоже, что этот драйв Ногогрыз проиграет. Похоже, что этот драйв Ногогрыз проиграет. Вот. По крайней мере, по внутренним ощущениям. А вот... Как это называется-то? А поражение Ситара, оно вот прям... Редкий случай глубинной справедливости Бладбоула. Я поэтому прям... Ух. Вот за тебя я переживал. Я не знаю там... За Алекса Гуса переживал, когда Дант его разматывал. А с Ситаром абсолютно справедливо. Прям... Муа. Конфетка. Будет фол. Это правильно. Надо фолить даже мечом. Не мечом. Ну, ладно. Но повезло. Это приятно. Это приятно. Привет, Спиритолог. Вот это... Это... Это улучшает шансы Ногогрыза. Конечно, ушел не самый топовый козел. Типа... Но все-таки полезный. Не нулевой. Не нулевой. Не нулевой. С другой стороны, правда, если был бы фол зверечеловеком. Ну, с мечом. То... Вышел бы, конечно... Не очень. А что будет с мечом, если удалять Нисуна? Мяч упадет и будет переход хода. Я бы рисковал бы и фалил бы пяткой, но как бы... На самом деле, я бы передавал бы мячик от пятки еще хода два назад. Но Шон вот типа байтит на мага. То есть не хочет получать молнию в блоджерного агильно-мувного козла. Поэтому делает вот так вот. Вот так вот. Тут пока все идет к самому веселому, что пивас попадет в вышку. Вот это, конечно, забавно. Так, вот это очень хорошо для Нагогрыза. Это очень хорошо. Так, ладно, Нагогрыз начал в ответ что-то раздавать. Удивительно. Не ожидал от него. Так, Нагогрыз начал комбечить. Вот. Я, честно говоря, не очень люблю хаосидские матчапы. На мой взгляд, они, как бы так сказать, помягчатые. Не шибко-то интеллектуально. Ну вот. Это битва за выход в ПО или так божественно зарандомили? Это четвертьфинал плей-оффа. Это четвертьфинал 31 сезона. И вот они так прошли довольно далеко. Но мне сегодня легко. Я, конечно, болею за Нагогрыза. Даже не потому что деньги. А потому что Шон не очень. Вот. Он, типа, такой типичный супер-лакерный энимал. Поэтому болеть за Нагогрыза просто. Хотя путь хаоса Нагогрыза очень специфический. Я бы сказал, даже далеко не для всех. Но это уж совсем другая история. Извините, я Нагогами топаю. Вот. Спиритолог, а что тебя рассмешило-то в той истории, что я рассказал? Потому что я вот ничего смешного не увидел. Байт на мага такой своеобразный. Но вообще с таким козликом, конечно, можно байтить. И может даже в закаты пытаться уйти. Все не так просто для Шона. Ладно, теперь надо нарандомить себе группу в этом. В рубле. Чтоб туда вот попал какой-нибудь этот. Диамет там, рутури, пивас. Вот такие послабее. Было бы хорошо. Какой отбитосный реролл. Ну ладно. Но ПО-шить-то надо. Че ты? Че ты? Не ПО-шить, потому что понимаешь, что сейчас будет маг. Ну я бы, кстати, давал бы спокойно мага. Может быть, кстати. Даже дать мага не вот сюда. А может быть дать мага вот сюда. Хотит более рисковый маг. То есть вот этот маг проще и понятнее. Чего отбитосный? Ой, вот это супер байт на мага в пятерых. Блин. Так, стоп. Смешно, как народ-победитель все это терпит. Ну блин. Тяжело бороться с коррупцией, когда она знает дзюдо, спиритолог. Так. Так, ну это точно маг. Вопрос куда? В 5 или в 4? Ну вообще в 4, наверное. Нет. Ну я не знаю. Вот я не согласен. Вот смотри. Вот смотри. Вот я не согласен, что здесь надо было солить мага. Вот. Вот тут я не согласен. Вот здесь, конечно, ногогрыз что-то как-то не порадовал. Я бы согласен с ногогрызом. Я думаю, что он просто больше не даст хорошей ситуации для мага. Я понимаю, что это был, типа, дисперсный маг. Но, типа, с такими отбитосами, как Шон, надо давать дисперсного мага, пока тебе дают шанс. Все-таки агила-козел мог бы и порешать. О! Это хорошо. Но тут надо убить, конечно. И ПОшник. ПОшник. 6-6. Лучше бы 6-6 было на травму. ПО. ПО, ногогрыз, не думая. Не думай, теряешь кубы. Умница. Ну, вот, если бы не думал бы так долго, то сделал бы травму. Пока он думал, счетчик кубов падал вниз и, видите, вот как бы первый кубик почти обнулился. Но если бы ногогрыз не думал бы, точно была бы травма. Я вам гарантирую, ребята. Ногогрыз слишком долго думал. Счетчик кубиков пошел вниз. Вот. На самом деле достаточно было повалить даже не СФ воина, а мячик. В первую очередь мячик, а дальше посмотреть. Там можно было бы же с большой рукой на похер забежать в такл зону и пасануть. Не знаю. Нет, я не играю сегодня. Мне заплатили за просмотр и комментарий матча. Вот я как бы смотрю и комментирую. Ну, правда, Шон сейчас сам себя вроде хочет загнать в угол. А там маг зайдет поплотнее. Так что чему бы и нет. В принципе норм пойдет. Но если бы сейчас Ногогрыз убил Багильна, вообще было бы идеально. Но теперь ему странно. У него гола то нет сейчас. Ему в любом случае придется байтить на мага, потому что гола у него нет. Так что сейчас так и так, Шон то... Вы играете уже в равных составах. То есть у Шона... Нет, что в равных? У тебя больше. Внезапно Ногогрыза больше. Так что тут уже никаких байтов. Тут сейчас можно игру просто проиграть на ровном месте. Сейчас подойду секунду. Да я что-то как-то упустил момент, что у Шона пробой пропало. У Ногогрыза он появился. И что Ногогрызу уже больше. Ну вот воина конечно жалко. Давай 2-2 там. Тоже хорошо. Ну а опасно. ПОш нельзя. Этсет хорошо. Блин, конечно хочется в магов четверых. Но другой вопрос, что Шон хорошо сейчас стоит. Но сейчас маг тоже нормально смотрится. Другой вопрос, что... Магам надо уронить двоих хотя бы. Либо вот... Не, ну сейчас маг. Сейчас надо давать. Сейчас маг реализуемый. Упал единственный игрок, на которого было насрать. И не упало... Ну тут подкат можно посадить на мяч. Но это такая обида. То есть упал единственный игрок, на которого было похер. И на ногах остались 3 игрока, которые... Любой из них нужно... Ой господи. Ну это конечно... Это не чемпионский маг. Я согласен. Маг... Маг Нубовый конечно. Надо было учиться и не знаю у кого там. У Валентина например. Это маг Нубовый конечно. У профессионалов маг убивает все. У нас тут ребята. Давайте расскажу вам пока забавную шутеху. О двойных стандартах. Когда женщина покупает вибратор. Это рассматривают как слегка озорная забава. А вот почему-то мужчин считают извращенцами. Когда они всего лишь покупают себе. Фак мастер про 5000 blow up. Латексную куклу 6 скоростями виброкиской. Эластичным анусом. Со сборным лотком для жидкостей. И встроенной звуковой системой 7.1. Почему мир так несправедлив? Это я тоже не понимаю конечно. У меня денег на такую куклу нет. Но я бы предусудительно к человеку бы не относился. Наверняка он знает что делает. Да не врыв в мяч там такой себе. В мяч уже. И Шон не даст. И смысла мало. Говорю только под кат садить. То есть я бы сейчас наверное вот эту клавсу выбивал бы. Но у ногогрыза с кубами все плохо. Поэтому как бы. Когда у тебя все плохо с кубами ничего не поделаешь. Шон еще и поставит ровно столько сколько ему надо. Но с другой стороны типа. Ногогрыз потерял. Козла для лоса. И все. А девочка бладвайзер. А и девочка есть. Может гард встанет. В общем. У ногогрыза все хорошо. На самом деле. Типа. Если он сейчас два раза хорошо пробьет лос. Там вполне можно играть. Просто не хотелось пропускать с магом. Маг не сыграл. Но с другой стороны ногогрыз типа. Ну. Как бы так сказать. У Шона тоже блицы не ок. Совсем не ок. И сейчас кстати видимо. Кто то из клавсов. Чейн блок блок по клавсе есть. Чейн клавсоблок ребята есть. Шон косплеит почти абсолютную клетку. Ред Гринлока ребята. Это такой легкий косплей. На почти абсолютную клетку Ред Гринлока. Вот. Учится у лучших. Наверняка смотрят игры Руба Белла. Вот. Жалкая пародия. Не. Ну это понятно конечно. Это конечно понятно. Слышали хорошие еще новости. В Ульяновске сотрудники полиции составили протокол на нарушение самоизоляции. На жительницу города Эльвиру Салихову. Которая пришла в отделение чтобы написать заявление о нарушении ее прав отцом ребенка. Полицейских не устроило то что Салихова была без маски и перчаток. Вот так вот. Я считаю это очень мило конечно. Многогрыз по дружески решил дать 3 куба. Ну от души брат от души. Надеюсь нагогрыз еще по дружески наступит. Вот сейчас бы мага. Ну блин ты так говоришь. А просто маг бы. Ну он бы так сейчас не встал бы. Будь он нагогрызом маг. Ну колокол тоже нормас. Ну такое. Лучше бы смерть конечно. Лучше бы конечно смерть. да ну-тopiffe раз это опять интернета. о господи Иисусе. . Но, блин, вот это совсем не весело. Даже не интернет, а потеря вот этого товарища, это очень не весело. Да. Так, мы вернулись, ребятки. Опять интернет. Я не уверен, что интернет. Очень похоже на то, что шалит именно этот, как его называют-то? Забыл название-то. Рестрим Ио, по-моему, шалит. Очень похоже на то. Пока вас не было, Нагогрыз получил блиц в Звера-человека с борьбой и Фендом на травму. Вот. Так что это немного не весело. С другой стороны, у Шона осталась только одна замена. Если Нагогрыз на Лосе сделает там хотя бы минус два, то, в принципе, все будет нормально. Ну и надо, чтобы встал Гард. Так что сейчас, как бы, хороший пробой спасет Нагогрыза. Верим и надеемся. Вот. Вперед, Нагогрыз, стащи. В принципе, у Нагогрыза три МБ-кловсы есть. И еще разъединенные МБ-кловсы, так что, в принципе, я могу представить, что Нагогрыз сделает там пару минусов хотя бы за два Лоса. Лучше, конечно, за один, чтобы Шону пришлось кого-то почти нормального ставить на Лос. Вот. Вперед, Нагогрыз. Да нет, сегодня что-то какие-то проблемы с рестри МИО, сорян, пацаны. У меня интернет не падает, это именно вот что-то как-то это... Зачем, может, у меня и падает, но, не знаю, у меня как бы игра работает, все работает, а этот тупит. Надо ПО-шить, наверное. Броня 6-4. Хотя, блин, колокол, может и не ПО-шить. Слово, не, Нагогрыз решил не жадничать. Ну, сделай тогда три куба Клавсой Нагогрыз. Риком-огурчиком. Три куба. Подведи двух игроков, дай три куба. Молодец, Нагогрыз. Молодец, умница. Вот, вот. Не повторяйте ошибки Даара, ребята. Не повторяйте ошибки Даара. Так, минус два с лос, нормально. Это, конечно, колокола, но, в принципе, норм. Пойдет. Пойдет для сельской местности. Здесь, кстати, можно было и двоечку. Ой, обидно. Ну, фалить, наверное, смысла мало. Что, по колоколам? И оба колокола на 4 плюс встали. У Нагогрыза, правда, тоже колокол встал, что хорошо. Но вообще тоскливый, ребята. Ну, ладно, ладно. Будет вторая попытка выбить все. Ну, что это за говно? Это кубы Ситара в полуфинале. Примерно так. Плюс-минус. Только тебя еще не ломают очень сильно. Надо было ПО-шить, Нагогрыз. Это наказание за слабоволие. Надо было ПО-шить. А ты, как ребенок, что-то поступил там с какими-то непонятными этими. Игра намекает, что надо было ПО-шить. А, ребята, хотите узнать, что такое тайминги? Вот как понять, когда самое время сделать что-то полезное? Вот, Спиритолог, ты же в чате? Я бы хотел узнать твое экспертное мнение по одному вопросу. Мне кажется, Спиритолог-то в экономике должен шарить, наверное, и в финансах. Вот смотрите, ребята. Просто короткая мысль. Ну, вот. Сейчас у нас 12 мая. Так? 11. 11. Ну, вот. Завтра 12. Карантин начался, по-моему, 26 марта. То есть, прошло уже полтора месяца. Даже чуть больше. Ну, вот. Ой, подожди. А, нет, фу. Ну, завтра один. Да, меня чуть переклинило. Ну, суть не в этом, ребята. Прошло полтора месяца. Так? Так. Правительство выделило из резервного фонда 81,1 миллиарда рублей для поддержки малого и среднего бизнеса, который пострадал от пандемии. Распоряжение опубликовано на сайте правительства. А теперь самая мякотка. Помощь получат те компании, которые сохранили не меньше 90% сотрудников. Выплаты сделают из расчета 12 тысяч рублей размером рот на одного сотрудника. Теперь вы понимаете, что такое тайминги, ребята? Вот это называется тайминги. Держу в курсе. Это странно, что не подождали еще месяцок, например. Ногогрыз продолжает давать колокола. Уверенно, уверенно, и Ногогрыз дает колокола. Ну, шо, блиц в пятку с ПО? Плохо, что рерол тратится. У шо, ну, уже 5 реролов, а будет еще дополнительное время. Но тут надо доджить. На минус, наконец-то, Ногогрыз дал минус. Надо доджить, уходить. Ногогрыз, ну, доджи. Нормально. Пойдет, пойдет. Ну, я просто не уверен, что спустя полтора месяца... Надо же еще... Надо не просто как бы... Сохранить 90% сотрудников, чтобы получить за каждого из них 12 тысяч рублей. Что обычно, даже в Москве, это какая-нибудь, дай бог, четверть зарплаты. Надо еще при этом доказать. А мне кажется, это уже задача, как бы, вообще не для средних умов. У вас нет такого впечатления? Макдак бы и так выстоял, Рейвен. Макдак бы выстоял бы и так. Я в этом нисколько, ни на секунду не сомневаюсь. Ты же слышал, Рейвен, что в Питере будет? Я, блин, до сих пор в лютом ауте. Очень странный угол Блица. Ну, да ладно. Ну, про фан-бет смешно. Ну, что в Питере полностью скопировали меры Москвы. Что в Питере тоже теперь короче... Только штрафы в пять раз больше. То есть, если в Москве штрафуют на первый раз на четыре тысячи, а второй раз на пять тысяч, имеется в виду за то, что ты без маски или перчаток с завтрашнего дня, то в Питере штрафы до тридцати тысяч. Нормас? Притом, в Питере будут штрафовать, вот реально. То есть, если у тебя нет либо маски, либо перчаток в общественном месте. А, и еще выяснилось, что улица это общественное место. Понимаешь, да? Я, в общем, в таком, в лютом восторге. Ну, мне кажется, что это даже как бы для... Для любой ситуации это что-то как-то уже жестковато чутко. Даже не чутко. Я, как бы, я и до этого ненавидел Беглова. Я не знаю, зачем он делает так, чтобы его... Вот, я объясню самым коротким способом. Вот обычно на Фонтанке, на питерском вот новостном сайте, каждой новости там, знаете, ну, пять-десять комментариев средней унылости. А тут к этой новости буквально за час триста комментариев. И все настолько, прости господи, как бы жесткие, шо слов нет. Основная версия у людей в том, что кое-кто успел себе прикупить в Питере аппарат по созданию маск и перчаток, и теперь, в общем, хочет отбить свои бабосы. Звучит вполне реально. Мне становится старый мемасик на тему того, что, типа, нужно что-то там с плотиной, да? Камень я не дам, а палку дам. Или там наоборот. А здесь вот ситуация насчет того, что надо бороться с болезнью. Штрафы я дам, а маски бесплатно не дам. Вот. Вот примерно на этом уровне. Ну, надо ПОшить по-дружески. Ой, тряпка! Сталить или нет? Ну, смотри. У тебя минус один на поле. Так? Так. У Шона минус... Три. Я себя правильно понимаю сейчас. Или минус два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, ты играешь в плюс два. Спрашивается, так ли надо сталить. Я бы еще побил бы. У Шона сейчас нет никаких хороших контактов. Есть смысл поразмениваться. Попытаться, по крайней мере. Может быть, даже въехать в ПО, Шара. Надо было аккуратно. Бритцем Б8 армор. Я сегодня уже успел сходить в аптеку, узнать, что там с перчатками. Перчаток не было. Я уж не знаю. Люди так быстро успели их скупить или их изначально не было. Зато мне понравилось в Магните. В Магните продают, значит, набор из... По-моему, пятидесяти масок одноразовых за полторы штуки. Ну, у меня маска многоразовая, я ее стираю каждый день. Но, блин, дичь какая-то. Я наивно надеюсь, что после этого никто не будет там голосовать за товарищей на следующих выборах. Но надежда умирает последней. А разве ввели ограничения на цены масок? Я чего-то такого не припомню. Приятен он. Не, ну серьезно, объясните мне в области. Ну, вот в Питере такого нет. Объясните мне, вот как хождение по улице, по улице в маске и перчатках помогает от коронавируса. По улице. Нет, я понимаю, что надо штрафовать людей по тридцатнику за такое, что они не ходят. И не покупают, видимо. Потому что у меня, например, перчаток нет. Вот что мне делать? И в магазине перчаток нет. На улице уже плюс 10. А сейчас еще будет теплеть, и я не знаю, там, типа... Ну, это смешно просто. Ты же, идя по улице, заходишь в разные места. Ну, да, в плюс 10 локов в зимних перчатках, я считаю, вообще кайф. У меня есть кожаные перчатки. Есть шерстяные перчатки. Самое то, выйти с кожными или шерстяными перчатками в плюс 10, которая скоро перетечет в плюс 15, плюс 20. Это оно, да. Это прекрасно. На стиле, да. Нет, ну маску-то шить даже я могу. Вот перчатки шить, мягко говоря, на три порядка посложнее по ощущениям. Я могу понять, например, что ты носишь маску в кармане, и ты заходишь в магаз, и ты надеваешь маску. Это же вполне адекватно. Ну, или ты заходишь в магаз, и надеваешь перчатки. Ну, тоже могу понять. Но на улице-то... Зачем? Зачем? Должен добыть на улице. Грустно и смешно. Грустно и смешно. Мне сразу вспоминается на эту тему. Сейчас я найду. Ну, вот. Есть такой трек у касты. Гонча называется. Ну, вот. Суть в том, что едут чуваки по своему Ростову-папе. И обкурились вообще в край. Просто вот реально обкурились на веселе. Вся фигня. Вот. И они уже мало чего соображают, что происходит. И вдруг. Их останавливают менты. Они все в панакурке, в ауте. Что происходит? Что делать? Начинают вниз на пол бросать наркоту. Вот. Оказывается, что у ментов просто сломался их бобик. И они попросили на тросе его подвезти, да? Ну, они, значит, трос прикрепляют, едут. Вот. И продолжают дальше накуриваться. Вдруг одного, как бы, начинает накрывать. Вот. Привет, турбит. Сейчас я найду этот момент. Ну, вот. Их начинают накрывать. Они смотрят назад. И видят тросу машины и ментов сзади. И их, панакурке, им начинает возникать мысль. Вот. Ну, точно, мне страшно и смешно до боли. Менты теперь ловят, как настоящие ковбои. То есть, их действительно по накурке произошло впечатление. Вот. Что менты их заарканили. Гнались все это время. Да, трос по итогу оборвался. Менты уехали в какой-то там огород. В общем, очень смешная и упоротая история. У нас у торбит вообще неделя одних игр животных. Вот. Слушай, Диамет тебя поругал сегодня. Представляешь, Орбит? Диамет тебя сегодня ругал. Сказал, что ты деморализовал Ситар и выгнал его из блатболу киберспорта своими шутками. Как ты мог? Это было снято при поддержке Министерства культуры? Нет, был давно. И это просто текст песни. К сожалению, Министерство культуры, оно больше там по более тяжелым вещам. Ну вот. Нет! Он как раз-таки орбит и... Че ты ногогрыз? Он чисто... Сейчас я процитирую. Сейчас я процитирую. Ну и сейчас я найду. Видишь, что было? Ммм... Так что я понимаю Ситара, особенно после того, как он со всякими Бэд Ньюзби пообщается после финала. Вот. Это к тому, что Диамет не мог собраться на сезон бретонцами. Ну вот так вот. Там прямо было сказано Бэд Ньюзби. Ну и Ситар, Ситар как бы... Ну у него тонкая душевная организация. Ой-ой-ой. Самое печальное, что у ногогрыза остался один реролл на доп-время. А, нормально. Так получше. Аптека, я думаю. Аптека. Теперь точно. Да! Ну это не смерть, но неплохо. Ну ладно. Этот размен стоил того. Между делом говоря... Вообще-то всего два воина осталось, да? Да, слушайте. Всего два воина осталось у Хаоса. Сосать Хаос, сосать. У него четыре родных реролла и один реролл с ивента Лока. Самое главное, что я Ситара меньше троллил, чем ты. Но я пытался Диамету объяснить, что мы все делали правильно. Но Диамет добрый парень. Как бы, знаешь, у него большое сердце. Вот. Как его кубы примерно. Ты слышишь, Орбит, самую грустную новость? Пупень не заявляется на сезон. Он в Дискарде написал, короче, что это... Он написал, что не хочет. Да, я проверил. Нету его. Вот. Он написал, что не хочет. Но мы-то все знаем, что он просто боится. Типа... В сезоне куча сильных тренеров там вот. И Пупень понимает, что не... Продал опять? Я не знаю, продал или не продал. Он просто не хочет записываться. Вместо него теперь Пивас в вышку, скорее всего, попадет. Ну, не могу сказать, что это плохо, но как бы... Это зря. Тогда надо здесь остаться и контролить Козлика. Иначе тебя вытолкнут. Ну, Барна, не обязательно вытолкнут, конечно, там... Вытолк его не опасно. Я согласен с тобой, Лока. Я согласен. Но с Пупком было бы поинтереснее играть, чем с Пивасом. Так. Не в обиду Пиваса. А я думаю, Джон станет чемпионом Орбит. Станет первым чемпионом на Нурглях в Рубабеэле. Я практически не сомневаюсь в этом. Надо блицевать вагильного козла, на самом деле. Можно, конечно, и в Убиватора. Но вагильного смысла побольше. Ну, тоже нормально. Надо повошить. Плохо, что... Армор... Ну, надо повошить... Не думай на Гагрыз. Кубы тратишь. Ну, так себе, но пойдет. Может, он на лос не встанет, и это будет хорошо. Не знаю, мне кажется, у Пупка такая команда, что... Ну, в сезон много смысла идти. То есть, там только первый тур перетерпеть. А потом сиди и на силу, и не парься. Просто, если уж заходишь в вышку, что дропать команду-то, а? Кого есть смысл? Зря на Гагрыз нулевую линейку подставляет. Ну, ладно. Ну, зря, зря подставил. Тебя бы и так, и так ударили бы к лавсой, а ты просто так отдал игрока. Это... Это не очень. У Пупка просто шикарная команда. Я не понимаю, что он не стал. Но зачем становиться именно первым чемпионом? Чё... Чё происходит от того, что он станет именно первым чемпионом? Ой, жадное животное. Я думаю, ему просто хочется стать чемпионом. Без... Доп-подтекстов, я так думаю. Нет? Не очень понял этого рерола. А Ситар дропнулся? Ситар пока не подал заявку. Я сейчас проверю, конечно. Ой, не та буква. Да, Ситар пока не подал заявку. Ну, Рубло уже давно нет девственности. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Жаль. На Агресс будет пытаться валить. Окей. Сейчас бы 2-2 не кинуть. Это не рерол. Это было опасно. Чё-то на Гагрыз очень много кидает даблы в этом матче. Очень много даблы. Ну, Ситар, по-моему, до матча с Джоном говорил что-то о том, что хочет сыграть, типа, там... Ну, как Сержик, поиграть много сезонов на одной команде. Но, видимо, Джон его это... Сломал и Агильдова Козлика, и Ситара одновременно. Чё-то как-то Шона мало на поле осталось. Ну, я бы не сказал, что прям плохо. Но я бы не сказал, что хорошо. Ну, на Гагрызе есть девочка Бладвайзер, так что это всё терпимо. Это всё терпимо. Ну, может, Ситар просто вот пришёл, Орбит его затроллил, и Ситар такой... Всё, я... Всё, я не пойду. Я расстроился и обиделся. Кто знает. Кто знает. Ну, Джон сыграл... Э, Джон... Шон сыграл максимально просто и адекватно. Адекватно. ПОши. Вот здесь ПОшить надо. Зря Долг думает, Кубы уйдут на пробой. Я же говорил, ребят. Кубы ушли, как бы... Долг... Один-один кинул. Вот настолько долго думал, что все Кубы ушли. Ну, чё. Надо пытаться выбить предпоследнего воина. Благо, это делается довольно просто. Ну, жаль. Будь у многогрызов сейчас 3 рерола, можно было бы подумать о рероле. А так, конечно, нет. Но очень многое будет зависеть от лосса и от того, кто выиграет монетку. Если многогрыз выиграет монетку, я думаю, он выиграет. Если проиграет монетку, думаю, проиграет. Здесь уже лотерея пошла. Хотя их обоих относительно мало. Но чё-то ушё на колокола... Супер предательские. Так, ладно. Тогда... Если колокола так и останутся, многогрыз даже без монетки дожмёт. Продолжение следует... До этого колокола типа были норм? Ну, у него вроде вставали колокола. Ну, это выравнивание, да. Продолжение следует... Борьба-то работает, пачаны. Работает борьба. Вообще, конечно, смешно, что... Как это выразится-то? Это сделано, видимо, для того, чтобы дать сейчас 3 куба в козлика. Да, и он даёт, типа, железные 3 кубасом бэкла. И ой, как Шону не заходит. Как же ему хорошо не заходит. Я прямо рад. Только у меня опять стрим падает. Сика. Ладно. Встрим вставай. Вставай! Вставай! Вставай, стрим на великий бой. Это, по-моему, Шоновская эмблема. По-моему, это эмблема Шона. Да, это эмблема Шона. Но Шона не встают-ка так! У Шона сейчас на поле 7 игроков. А у Ногогрыза 10. То есть, конечно, Ногогрызу тяжело. Но вполне играбельно, по ощущениям. Верим в Ногогрыза. Хотя проигранная монетка не в тему. Вот. Но еще надо дать совет Ногогрызу, чтобы он больше не заказывал матчи на воскресенье и выходные дни во время самоизоляции. Потому что это явно самое худшее время, которое только может быть для стримов подобного толка. Вот. Но посмотрим. Продолжение следует... Монетка постоянно подводит. Нормально. Нормально. Шона не так много. Играть можно. Хоть и не совсем просто. По Клавсе-то даже впереди. И по количеству игроков-то впереди. Шона можно доживать. Я думаю. Ну, один реролл это да. Это плохо. Но сейчас можно уже покосплеить Ситару и пойти в фулл контакт. У Шона зато пока пробой какой-то. Тьфу-тьфу-тьфу не очень. Так. Ну. Давай без травмы. Колокол это плохо. Но все равно. Ногогрыз плюс два. У ногогрыза все хорошо. Играть можно. Аптека. Продолжение следует... 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 Так, ну Нагагрыз продолжает докушивать Если что, Шону уже 6 А Нагагрыза как бы 10 Да, до пенели точно нельзя доводить По пенелям Нагагрыз сольет Ребята, финал завтра в 9 вечера Предупреждаю вас заранее О, кстати, Рэш получил медальку Разочарование сезона Ну, в принципе, справедливо, конечно На мяч надо надавить Мне кажется, Нагагрыз может и на мяч давить И в фулл контакт Лучше хаосит ситар Я сомневаюсь, что ты мог рассчитывать Ты, Нагагрыз, ты, честно говоря Выступил хуже всех хаоситов топовых Так что ты давай играй Эту игру вытаскивай Хотя самое смешное Что ты обогнал мастера Зена Который стоял выше тебя в твоем дивизионе Смешно То есть, смотрите Вот у... За мастера Зена 1 голос За Нагагрыза в 2 раза больше А за ситара в 30 раз больше Чем за мастера Зена Это очень специфически звучит Но все-таки Ну, что, пора Пора идти В контакты и в лицо Не особо задумываясь Потому что Зен противный Так можно про всех на рубле сказать Бладбол сам по себе противный Понимаешь? Вот, например, я противный Стример абсолютно точно Но при этом я с гигантским преимуществом Взял медаль При этом я даже не стримил нормально Ну, это говорит о том, что Институт стримерства в Рубубейле Ну, не то, чтобы умер Но он явно в... Как это правильнее сказать-то? В кризисе Вот Потому что Нагагрыз настолько силен Что может сразу делать и то, и то орбит Понимаешь? Сила Нагагрызы Вот Агильного, мне кажется, зря Подвел, но ладно Нет, я один раз вёл жеребьёвку Суть была в том Что один раз Один раз Сделали так Что... Надо вот сюда А я бы сюда толкал Так он даёт какой-то шаншону прорваться Ну ладно Вот Один раз Сделали голосование На сайте Кто будет вести жеребьёвку Я его выиграл После этого голосование отменили Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Но мне сказали Что это совпадение Отменили по другой причине Типа по другой причине Вот Ну Нет, ну Дрэгон Дрэгон Мне сказал, что Получили очень много Негативных отзывов И поэтому решили Больше не делать Голосование Я такой, ну да, да. Я прям поверил, что люди не поленелись и пошли написали негативный отзыв, потому что, видимо, качество моей жеребьевки было настолько удручающим. Очень, как это правильно сказать-то, очень логичная причина. Ух ты, ну это во все тяжкие, это во все тяжкие. Это вабанг, ребята. Это вабанг. Айс поплакался. Ну, я не знаю, кто плакался, но я посмеялся. Еще тот токсик, да. Я еще хотел бы, знаете, над чем посмеяться? Ну, чисто ради прикола. Вот смотрите, я, типа, с большим отрывом занял первое место в голосовании стримеров. А теперь хотите тонкий рофл? Второе место, второе место за голосование стримеров поделили между собой, как вы думаете, кто? Диманьякус и Ситар? Я вот не знаю, это говорит о том, что Диманьякус так лучше стал комментировать? Или о том, что Ситар так сильно деграднул? Ну, это сложный вопрос, конечно. Судя по тому, что у меня голосов больше, чем у них двоих вместе взятых, я бы, конечно, выбрал бы вариант с деградацией. Вот. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Неприятно. Неприятно. Ну, так ЛМБ, типа, добегает до мяча. И, как бы, ну... Не сказать, что очень легко снимается, но все-таки снимается. Где же аптека? Ну, как тебе сказать? Типа, МНГ на нулевого козла с гордом, это не так, чтобы серьезно. Типа, ну... Ок и ок. Ну, чё, снимаем к ловсу и бежим здесь. Ну, плохо, что не уронили, конечно. Козёл ещё, его даже оттолкнуть-то нельзя нормально. Да. Я думал между тобой, демоньякосом, но решил пока... А чё ты про Ситара-то не думал? Ну, ты вообще, конечно. Ну, по-хорошему, видимо, надо всё-таки ударить и замарчить воина. Агильным козлом. Ну, по-хорошему. Ёп! Ну, это реролл на гагрыз. Тут не думать. Тут реролл, иначе пропустишь. Вот это, конечно, полная срань. Травма приятная, но боюсь, что если сейчас мячик не будет выбьет с пробоем, игру можно отдать. Заводи козла сзади. Надо заводить козла уже. Тут, к сожалению, немного без вариантов. Ну, чё? ГФИ и пробой надежды, ребята. Вниз. Я бы толкал бы, наверное, вниз. И подходил бы, да. Сложная ситуация для обоих. Шону надо забивать сейчас. Видимо, ну, Шону надо делать блиц в 1D в подкатера убиватором с места. А потом, на похер, автопутём в зачётку. Ну, да. Сначала можно побить, конечно. Боюсь, что на гагрыз сейчас проиграет. Очень похоже на то. На гагрыз, наверное, за этот матч кинул, по-моему, 5 дабл. Это вообще, конечно, очень много. 5 дабл, это прям ух. Но тут, типа, 3 плюс, да. Ну, всё правильно. Шон тоже. Ой, рерол. Это обязан делать рерол. Обязан. Так, ладно. Жаль. Теперь. Ещё и пробой. Ой-ёй-ёй. Теперь 3 плюс, 2 плюс на гол. 3 плюс, 2 плюс, 2 плюс. 3 плюс, ну, 3. Плюс, 2 плюс, 2 плюс, 2 плюс. Рерол потрачен. Ну, тут единички только. Теперь, теперь надо не кинуть единичку на 3-2 плюсах. Опасно. Ну, на гагрызу нет рерола. То есть, может быть, стоит на гагрызу... Может, стоит просто встать и ждать. А на гагрызу тяжело будет выбить. Хотя, агильный добегает, как бы. Как Шон накидал в лицо. Охренеть, конечно. Притом, лол... Шон просто выиграл драку за один ход суперпробоем на шару в 1D. И еще ушел в закат. Ну, на гагрызу осталось только выбивание агилой, наверное. Тут, к сожалению, выбора-то предельно мало. Притом, надо еще и дать пробой при этом. То есть, найти это 2 плюс, 2 плюс, 2 плюс и 6 плюс. Ну, типа, похоже, что Шон вышел в полуфинал. Ну, я не могу говорить, что... Ну, скажем так. Это шара была. Это была шара. Он все сделал правильно, но все сделал правильно, подкрепленное шарой. Ну, это, это, это на мой глубоко непрофессиональный взгляд. Так! Худший скаттер. Надо доджить и фалить. Блин, даже не знаю. Он, он плохо оттолкнул козла. Надо было толкать козла в бок. В бок. Плохая игра от ногогрыза. Если бы он толкнул бы убиватора в бок, то сейчас все было бы лучше. Ну, правда, единичка на додже, так что... Он бы на ГФИ кинул бы эту единичку. Ну, ладно. Ну, все. Лол! Один-один! Один-один! Так, ладно. У ногогрыза еще остались шансы. Надежда, как говорится, умирает последняя. Осталось-то похоже на пенальти уже. Кубы хранят. Ну, тут, конечно, да. Осталось-то похоже на пенальти уже. ЙООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО Но теперь точно ГГ. Два раза даблы не будет. Я не верю, что второй раз будет дабла. Просто не верю. Не, если сейчас будет второй раз дабла, я посмеюсь, но нет. Ну, Ногогрыз, мое мнение, ты на один ход, может даже и на два хода, опоздал с тем, чтобы идти в фулл контакт. На мой непрофессиональный взгляд. Но с другой стороны, забавно. В смысле того, что 23 пробоя, 4 нокаута, 6 травм, а здесь 19 пробоев, 9 нокаутов, 4 травма. Накрошили, конечно, от души. Ну, блин, забашил, конечно, в стороны Салат, но это уже произошло как бы в момент, когда это было, ну, конечно, важно, но не так ключево важно. Но получилось забавно, вот. Не, ну, по итогу-то получается, что Ногогрыза избили, что самое характерное. Самое забавное, что по итогу-то, в общем, избили Ногогрыза, что удивительно и смешно. Забавно, что у одного армор 44, у второго армор 45. Очень, очень веселый матч вышел, но жаль, но жаль. Спасибо. Спасибо.